Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео от Академии Счастья по улучшению качества жизни. Сегодня мы поговорим о том, как достичь состояния единства и о том, конечно же, что это такое, в чем заключается это состояние. Потому что в обычной жизни мы живем в такой раздвоенности, то есть мы выбираем между хорошо и плохо, между тем что-то делать или не делать, что-то считается правильным, что-то считается неправильным. А в состоянии единства эти вещи, они сливаются, стираются. То есть происходит такое состояние, когда нет разделенности между я и не я, между хорошо или плохо. Потому что там наступает именно та осознанность, полная осознанность, о которой я говорил. То есть имеется в виду, что в этом состоянии человек чувствует себя как единая цель, целая. То есть даже не то чтобы себя, а наступает вот это состояние осознанности, когда все является сознанием. То есть такая всеобщность. И вот в этом состоянии, конечно же, отступают все невзгоды, болезни. То есть приходит естественное состояние гармонии, счастья и радости. То есть наступает вот это спокойствие и уходит раз отождествленность. То есть уходит скорее то, что мешало человеку жить с счастливой жизнью. И для того, чтобы к этому состоянию прийти, важно понять, что мешает быть в этом состоянии. Потому что многие люди, конечно же, хотят жить с счастливой жизнью. Но вот когда, например, у человека происходит какое-то состояние, например, болезни, то есть человек чувствует, что пришли симптомы. Но он зачастую не смотрит в глубину, а почему пришла эта болезнь, почему пришло это состояние. А когда начинает смотреть, он видит, что что-то произошло до этого. То есть были какие-то признаки, была какая-то разделенность. И мы видим, что там есть то, что называем зарядом, непринятием. Потому что когда с человеком наступает какая-то травма, будь то физическая или психологическая, эмоциональная, то есть какое-то подавление воздействия, происходит отторжение, непринятие. Если бы у человека было полное принятие, то как раз это бы и не происходило с ним. То есть не было бы вот этого подавления, потому что нечему было бы подавлять. То есть состояние всеобщей, оно дает возможность быть единым целым. И в этом состоянии как раз чувствуешь себя, что нету чего-то такого плохого, что может воздействовать на тебя. И к этому состоянию можно действительно прийти. Прийти в результате ежедневной практики. То есть практики в чем она заключается? В том, чтобы убирать разодождествления прямо в настоящем времени, если они присутствуют, конечно. То есть, например, чувствуешь, что что-то не так, что-то разъединяет тебя, отделяет от других. То как раз смотришь, почему это происходит, почему происходит такая разделенность, и почему, например, теряется вот это состояние единства. И возвращаешься к нему. То есть и такую практику можно сделать ежеминутной, то есть каждое мгновение. То есть если, например, чувствуешь, что что-то пошло не так, сразу берешь и убираешь это. Если, например, самостоятельно не получается, то можно провести практику процессинга со специалистом, то есть человеком, который может направить внимание к тем вещам, которые разъединяют. И так эти вещи убирая, то есть убирая разъединенность, возвращаешься в нем вновь в состояние единства. Потому что именно в этом состоянии действительно живешь полноценной жизнью. То есть я имею в виду жизнью не в том плане, как мы ее называем, потому что наша жизнь – это в основном борьба за существование, борьба противоположностей. И она исходит из нашего ума. То есть ум рождает вот это белое и черное, то есть туда-сюда, полярности, как мы их называем. А когда эти противоположности мы убираем, то есть убираем именно заряд, который мешает чувствовать себя единым целым, то приходит состояние гармонии, счастья, покоя, единства, умиротворенности. И можно назвать и другими словами, самое главное – почувствовать. А ощущение этого происходит в моменты понимания, озарений, которые как раз и происходят в результате духовной практики процессинга. И поэтому, друзья, я занимаюсь этим для того, чтобы самому быть в состоянии единства и помогать другим достигать этого состояния. Вот кому такая практика интересна, я буду рад слышать ваши комментарии в ответ на это видео. И, конечно же, пишите мне в социальных сетях, добавляйтесь, друзья, все мои контакты будут под этим видео в описании. Также предлагаю прочитать мою книгу «Миры вечного познания», где я описал о том, как можно путешествовать между мирами и приглашать туда своих друзей. Если видео понравилось, то ставьте отметку «Нравится», палец вверх. Добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на мой канал и колокольчик для напоминаний. В среду в 19.00 я проведу прямой эфир, где расскажу более подробно об улучшении качества жизни и процессинге счастья. Самое главное, друзья, занимайтесь ежедневной духовной практикой, потому что я уверен, что именно это поможет каждому из нас в увеличении осознанности и в том, чтобы наша игра была действительно радостной, счастливой и вела нас к единству. Во благо, друзья, и всего вам доброго!